Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, ну а там букашки по три чашки с кренгельком, с молоком. Вот такая у нас сегодня ситуация, друзья. Смотришь на убитую Феодосию, фекальный Крым, Совковую Керчь, засранную Алушту, депрессивный Кировский район, где чиновница от 500 тысяч единоразовой премии не подавилась. И не понимаешь, почему там клопы присосались к бюджету. Полтора года и никто не может объяснить суть преступления, обосновать размер ущерба не понимаю. Так кричит Александр Талипов. Он кричит почти ежедневно, находя то там, то там. Но а с чего их находить-то, эти прорехи? Они налицо. Когда вам фекалии льются под нос, когда вы не можете выйти купаться в Черное море, куда приехали отдыхать, отдыхающие со всех сторон России. Теперь ведь Крым – это жемчужина России. Ну и поэтому едут со всей России. Вы представляете, как испорчен отдых? И вот что на этот пост пишут Александру Талипову, отвечают его слушатели-читатели. Потому что в государстве с крепостным правом безнаказанно брать взятки квартирами по 400 миллионов может только губернатор. Другого объяснения у меня нет. И вот другой комментарий. Кто крышует Алушту? Мне кажется, что такого бардака и безхозяйственности, вранья и махинаций не найти. А самое главное – кто-то этот бардак крышует. И другой комментарий. Крым на задворках России оказался в политическом смысле. Парадоксально, но факт. Вы думаете, только в Феодосии или Коктебеле такие вот говняные реки текут, в море спускаются? Нет, друзья. Вот еще одно, это уже мне сообщение пришло, что вчера был прорыв канализации санатории в Порт-Ните. Санаторий Крым. Ну, вроде бы он от Министерства обороны. У этого санатория большой пляж. С сегодняшнего дня пляж закрыли. А вчера объявляли по громкой связи, что пляж закрывается. А приехали москвичи отдыхать туда, на этот пляж. Пляж чистый, как вы видите. Я даю вам видео. Смотрите, пляж чистый, замечательный. И сразу после этого, через день, был прорыв канализации. Вы понимаете, вот прекрасный санаторий. Прекрасное помещение. Хороший пляж. Оборудован хорошо. Почему происходит прорыв канализации? Я не знаю. Это не мое дело разбираться. Но когда канализация прорывается в Коктебеле, течет уже все лето, и народ все равно там отдыхает, она прорывается в Порт-Ните, то это как-то ненормально выглядит, друзья. Ведь отпуск и отдых людям испорчен. Они же не побегут уже в воду, даже если она чистая, но сказали прорыв канализации. Это пляж Европа. Порт-Нит находится вблизи Медведь-горы. Вообще в Крыму в этом году много, очень много больных мест. С одной стороны, канализация, которая вот в Коктебеле течет все лето, вытекает. Это рассадник инфекции. А зачем тогда Крым на COVID закрывали? Мы не понимаем, зачем закрывали на COVID. Когда рассадник инфекции вон стекает в море, люди там купаются. Почему-то не приехал сам глава администрации Аксенов и не решил этот вопрос. Неужели за все лето, за три месяца нельзя было решить этого вопроса? Но, вероятно, у Аксенова другие задачи, которые намного серьезнее, чем прорыв канализации COVID-19. Более серьезный вопрос, более серьезная болезнь. Но COVID и канализация, ну это что-то, друзья, из разряда фантасмагорий. Алиса в зазеркалье. Алиса в зазеркалье бежит за белым кроликом. Потому что есть еще одна проблема, и проблема это вода. Я сделала один ролик. Посмотрите на тему того, что военные перекрыли в Крыму две реки. Полные, прекрасные реки, которые обеспечивали водой все те территории, которые прилегают там, где протекает эта река. Но вот таки пришлось перекрыть реку. Такое решение нашел глава Крыма Сергей Аксенов. Перекрыли реку и дали воды в Симферополь. Кстати, в многоэтажки вода наверх не доходит. Люди, наверное, когда поселялись в многоэтажках, радовались виду. Обзор на море, на город. Однако же, друзья, напор воды такой, что туда вода вообще не приходит. И сегодня эти дома находятся без воды. На улицах выставили какие-то безобразные баки синего цвета. Ну да, в доме мы могли ставить себе такие баки. Но, друзья, это же не значит, что эти баки могут стоять теперь, как визитная карточка Крыма по всему Крыму. И люди приходят с ведерками или с бутылочками, чтобы набрать там воды. И вот так же обращусь еще раз к одному посту Александра Талипова, который пишет. Интересно, вот много поступает обращений от пожилых людей в Симферополе по поводу подноса воды от установленных бочек до квартир. А вот этих ВИП, которые обходятся бюджету в 300 миллионов рублей в год, нельзя привлечь для разноса воды пенсионерам, инвалидам, одиноким матерям? Или это не царское дело? И вот здесь крымчане шутят, и для охраны бочек тоже их нужно привлечь, и не барское это дело, кому-то воду подносить. Но что с такими зарплатами? Какой-то старушке нищий нести ведра с водой? Это позор, наверное, я так предполагаю. И вот еще один пост. А что за структура, исходя из реалий сегодняшнего дня? Чем занимается? Какие функции выполняет эта общественная организация? Если иная, то что? Можно поподробнее. И отвечает ей Константин Новожилов, что это охранная фирма, которая тянет из бюджета Крыма миллионы. Притом, при всем берут деньги с объектов, которые они охраняют. Не хочу говорить, кто там стоит у руля. Думаю, догадаться несложно. Им и объекты охраны самые что пожирнее. Керченская переправа, к примеру. И денег с госбюджета не просто так выделяет. Но я так понимаю, это какая-то охранная структура, которая крышуется, вероятнее всего, кем-то из администрации при Аксенове. Аксенов за все отвечает. Вы же понимаете, если в России за все отвечает Путин, виноват Путин, то у Аксенова по отношению к России малюсенький вообще клочок земли. И он не может навести там никакого порядка. Вот еще один пост по этому же вопросу. У меня знакомый всю сознательную жизнь верующим бухариком был. Тяжелее стакана и крестика в руках не держал. После 14-го года смотрю, форму казачью напялил. И с важным видом на Пасху церковь охраняет. Не думаю, что эти клоуны ряженые, способные людям воду подносить. Так за что же тогда, Сергей Аксенов, платите вы людям вот этим по 300 миллионов в год из бюджета? Вопрос отдыха в Крыму загублен полностью. Если раньше еще как-никак люди приезжали как в Савок. Раньше в Крым он был Савковый весь от и до. И цены были ниже, чем в других местах. Люди ехали, знали, на что они едут. Ну и с водой-то проблемы время от времени приходили. Но не так часто, друзья, не так резко, как в этом году. И вот в связи с водой, с абсолютно нерешенным вопросом. Вопрос, который навис над Крымом. Жили буквально серпом. Потому что люди без воды не могут. Люди без воды не выживут. И вот Александр Талипов написал еще один интересный пост. Интересный документ выложил один из телеграм-каналов. Докладная о хищении средств ФЦП в Крыму. Если кратко, то заключен контракт стоимостью 19 миллиардов рублей на проектирование и прокладку 223-километрового тракта для водоподачи от сбросов в Северокрымский канал до Феодосии и Керчи. Есть фирмы-прокладки, которые получают в полном объеме средства ФЦП. А те закупают трубы в Китае. Метр китайской трубы с доставкой им обходится 12 тысяч рублей. А в Крыму стоимость вырастает до 32 тысяч рублей. В итоге 4 миллиарда рублей переплата. Фирмы-прокладки показывают фантастическую прибыль с момента заключения контракта, а основной подрядчик на грани банкротства. Деньги в Китае. Проверка продолжается, как пишет Александр Талипов. И здесь же комментарий Екатерины Горелкиной какой-то звездец. Но у меня другое волнует. Воду кто в канал будет сбрасывать? Украина? Или это все подземные источники? Ну вот Александр Талипов ей отвечает, что подземные осадки. Да у меня в ответе, что Керчи и Феодосия, часть Ленинского района из этих подземных вод. Это, конечно, подземные воды, временная мера. Они тратят такие бабки. Да, друзья, вот здесь Аника подсчитала в 630 раз. В 630 раз, вероятно, дороже трубы из Китая, когда их привозят уже в Крым и устанавливают. А в группе обращения к администрации Симферополя вот такой пост, друзья. Есть огромная просьба к администрации города Симферополя не выключать водоснабжение в субботу. Даже в армии суббота это день ПХД. Ну, вероятно, помывочный день. А что же говорить об обычном населении? У каждой хозяйки это день стирки, уборки, готовки и так далее. То есть такой своеобразный день. ПХД. А как возможно все это сделать без воды? Оставьте нам хоть в субботу, кричит жительница Крыма. И когда вообще этот вопрос будет решен с водоснабжением, а то графики отключений, это, конечно, здорово, но хочется конкретики в решении этих вопросов. Есть такая статья в СМИ, что режим жесткой экономии воды в Симферополе может закончиться в декабре. Но, друзья, до декабря-то еще сколько времени. И если Крым в этом году не готов был принимать отдыхающих, то, может быть, тогда и воды хватило бы местным жителям. Я не думаю, что это тоже одно от другого зависит, друзья. На самом деле вода в Крыму есть. И мне кажется, это, конечно, мое личное мнение, что это какой-то странный такой проект по выдавливанию средств из российского основного кремлевского бюджета для Симферополя. Но не хватает воды. Люди без воды паникуют. Это, в общем-то, может быть, и выгодно где-то администрации. А заодно под эту воду и бюджет увеличат крымскому руководству. Только, как видите, мы не очень-то с этим бюджетом видим, куда что уходит и насколько он работает, этот самый бюджет. И вот еще один пост. Прочитаю вам о том, что Сергей Валерьевич Аксенов к вам в четвертый раз обращается пожилой человек из Феодосии. Она устала от отписок и лжи администрации Феодосии. Просит записать ее к вам на личный прием. Ильина Мария Ильинична. Вот такие сегодня у нас с вами пирожки, когда Крымом управляет Аксенов. И хочется спросить. Сергей Аксенов, а что вообще ты себе там думаешь? Как думаешь выходить с водой из ситуации? Ведь Крым – это люди прежде всего, а не деньги. Для администрации, для чиновников, вероятно, Крым – это деньги. Любое строительство, будь то трубы из Китая, в сотни раз завышенные по цене, когда они приходят уже на место. И, насколько я понимаю, везде администрация Крыма, в принципе, разбирается в каждом таком вопросе. Причастна или не причастна администрация Крыма к таким вот закупкам? Если бы была непричастна, наверное, и неинтересно было бы им давать кому-то стороннему. Вот мне, допустим, вы же не дадите закупить эти трубы. Но я тоже могу с такой наценкой. Да, ради бога, я вам в два раза меньшую наценку сделаю. Но, однако же, если такая наценка, и она существует за трубы, то никакого бюджета не хватит, у вас будет решето, а не бюджет. С такими-то растратами, знаете, без проверки, что ли. А кто вообще проверяет закупку труб, установку их? Кто проверяет? Или это теперь растянется на годы, и никто не будет и точно проверять? Ведь когда проект совершается пары месяцев, допустим, четырех месяцев, то видно, да, куда ушли деньги. А когда проект растягивается на год, второй, третий, то где уж там сосчитать, сколько же в результате истрачено было средств. Так что, Сергей Аксенов, вот Крым под вами сегодня, и вот он какой Крым. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан. Все, что я сказала, я сказала, опираясь на посты крымчан, которые я зачитала. И мое личное мнение высказала тоже в этом ролике. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан.